Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! С первой заставки этого видео вы, конечно же, поняли, кто у нас сегодня на коррекции. Сегодня у нас на коррекции Катя и Бусики. Бусики Катя принесла практически в полном составе. Единственное, у нас практически перед самой коррекцией покинул нас самый большой крупный камушек, который был вот здесь вот в серединке. Ну и, собственно говоря, основная проблема с бусиками, со стразиками и со всеми остальными причиндалами это в начале коррекции их с ногтей отколупать. Для отколупывания всего этого богачества в ход идет все, что под руку попалось. Начиная от кусачек технических, заканчивая отверткой, плоскогубцами, ампутационным набором иногда хотелось бы вместе с пальцем. Ну да ладно, на самом деле технические кусачки в данном случае справились довольно-таки хорошо. И если вы хотите, чтобы ваши клиенты, все ваши бусики, все ваши стразики приносили на коррекцию в первозданном виде, как вы их посадили, так они вам их и принесли, очень рекомендую советовать клиентам дома в домашних условиях покрывать все стразики и бусики обычным прозрачным лаком для ногтей. В этом месте вы у меня, конечно же, спросите, Даша, а зачем? А я вам объясню. На самом деле, стразики для того, чтобы они хорошо носились, нужно как можно лучше укрепить донышки. Все это мы прекрасно понимаем. У нас, как у мастеров, есть несколько вариантов укрепления донышек. Это моделирующий гель, это финишное покрытие, это густая база, в общем, все что угодно, на что мы стразики сажаем. Но для того, чтобы прям хорошо укрепить донышки, всеми этими гелями стразики нужно заливать еще и сверху. Но если мы заливаем грани стразиков, они у нас перестают блестеть, они превращаются просто в такие стеклышки. Они перестают быть стразиками, они перестают хорошо отражать свет. Поэтому я рекомендую использовать именно лаковое покрытие, потому что оно замечательно укрепляет донышки и при этом очень быстро облазит с граней стразика. Оно на стразике просто не держится. То есть у нас за счет толщины лакового покрытия донышки остаются укрепленными, уплотненными. И в то же время грани у нас остаются не залитыми, в отличие, опять же, от гелевых материалов. Соответственно, клиенту не составит никакого труда прийти домой, взять баночку лака и буквально там в слой в толстенький или в пару слоев покрыть себе один ноготочек. Это займет буквально 2 секунды. Вы можете это делать и в условиях своего кабинета. Единственное, что вы должны понимать, что лаковому покрытию нужно будет дать время просохнуть. В условиях кабинета этого времени не всегда хватает и не всегда оно есть. Поэтому я своим клиенткам рекомендую проводить эту процедуру в домашних условиях. Еще ни одна клиентка по этому поводу на меня не возмущалась и не кричала, почему я должна доделывать твою работу дома. Ну и, как показала практика, такой вариант работы со всякими разными украшаловками дает свой результат. Стразики носятся от коррекции до коррекции и покидают руки клиентов только в самом ответственном случае. Ну, если хорошенечко стразинкой куда-нибудь впиляться, либо если качество стразинок не очень хорошее, тогда могут покидать нашу поверхность ногтей стеклышки от страз, и при этом оставаться стеклянные донышки. То есть, непосредственно стразинка разваливается на две части. У нас на ногте остается блестящая донышко, а само вот это вот стеклышко, которое составляет стразик, стразинку, короче, которая составляет наш камушек, вот оно может отпадать. Но с этим уже ничего не сделаешь, нужно просто менять другие стразинки. Итак, про стразики мы с вами поговорили. Конечно же, сегодня у нас стразики опять будут. Ну, Катя не уйдет от меня без стразиков. Она же из меня душу вытрясет. Ну, бусики ей прикрепи хоть на лоб, хоть куда, но стразики должны быть на ногтях обязательно. И кроме стразиков, конечно же, Катя не откажется еще от кучи всяких разных разнообразных блестюшек. Соответственно, сегодня мы делаем Кате выкладной френч. А еще у Кати очень сильно вниз растущие ногти. Поэтому мы ей специально наваляли материала на кончик, чтобы этот кончик была возможность приподнять. Обратите внимание, толщину кончика мы сделали довольно-таки большую. Только на кончик мы наложили синенький гель. Кстати, гель мы смешали сами. И, кстати, запросов на ролик про смешивание гелей получился довольно-таки большой запрос. Поэтому большой отклик я на это получила. Поэтому начну снимать для вас ролик со смешиванием всяких разных материалов. Единственное, конечно, для меня это займет какое-то время, потому что мне нужно придумать все варианты со смешиванием. Что с чем можно смешать этих вариантов, поверьте мне, неимоверное количество. Так вот, всю эту красотищу мы накатены руки наваляли. Украсили дополнительно блестящей травкой, которая валяется в сундуках в наших уже неимоверное количество лет, потому что никуда, кроме аквариума, она толком не ложится. Так вот, напихали в аквариум блестящей красивой травки. Осталось все это безобразие попилить. И сегодня, конечно же, сделать дизайн. Дизайн у нас будет простой, быстрый. Я его даже показывать не буду, потому что все будет элементарно просто. И поскольку в этом месте остались самые стойкие, самые заинтересованные, самые интересующиеся, напоминаю, стоит поставить лайк этому ролику, подписаться на канал и, конечно же, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И так, опилили мы нашу красотищу неземную. Далее выполнили обрезание всех маникюров. И потом перекрываем финишным покрытием. В данном случае у нас слегка полупрозрачный кончик. Он, конечно, не витражный, он не идеально прозрачный. Но в любом случае, для того, чтобы подчеркнуть прозрачность всего происходящего, ноготки мы покрываем и сверху, и изнутри. У нас получается вот такой вот совершенно потрясающий френчик, где линию улыбочки мы еще дополнительно украсим стразиками. Стразики мы выберем и крупные, и мелкие, разложим по всей улыбочке. И вот такие ноготочки у нас с вами сегодня получились. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вам было интересно, полезно. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Буду рада с вами пообщаться. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!